Привет, дорогие друзья! Все эти товары я купила в магазине FixPrice, по-немецки Woolworth. Немножко истории, потому что со мной все спорят, что в Германии нет FixPrice. Давайте посмотрим. Смотрите, я в Google поисковой строке нахожу FixPrice в Википедии. Читаем. Сеть магазинов FixPrice работает в формате магазин фиксированных цен. Он также известный, как по-английски называется, представляющий собой универсальный розничный магазин и как бы продающий широкий ассортимент товаров, как производственных, так и непродовольственных, по одной фиксированной цене. Придумал и реализовал новый формат розничной торговли Frank Winfield Woolworth. Вот в этом магазине Woolworth я и купила все эти вещи. Итак, первый магазин открылся в США и так далее. С подачи Woolworth концепция магазина «Все по одной цене» получила широкое распространение в Семерной Америке, Западной Европе и так далее. Есть сеть магазинов, тут написано в конце Германия, Австралия и так далее. То есть Woolworth основатель, FixPrice американец. И у нас как раз этот магазин американский работает в Германии, называется по его фамилии Woolworth. Это магазин фиксированных цен. Итак, беру вот такую крышку от микроволновой печи. Она у меня 27 сантиметров. 27. Вырезаю круг из соломенного коврика. Резала ножницами. С другой стороны здесь вот ткань, такая мелкая, как морлевка, очень крепко держится. Далее я беру картон. Вырезаю такого же размера, 27 сантиметров. Делаю три слоя. У меня здесь по 4 миллиметра. Получается три слоя. Далее беру мешковину, вырезаю круг. Приклеиваю на картон. Это будет дно. Теперь вот сюда. Почему? Вот такая высота. Буду делать немецкий поднос. Немецкий. Такой поднос еще не делали, как я буду делать. Вот я сегодня придумала кое-что. И так приклеиваю сверху. Буду приклеивать клеем ПВА. Вот эту вот соломку. Чтобы не испачкать белый скатерть, поселю картон рабочий. И так клей ПВА. У меня он густой. Видите какой? Можно взять столярный ПВА, он такой же густой. Хорошенько промазываю толстым слоем. Потому что соломка, она должна приклеиться, не просто лежать. Почему я делаю столько слоев? Немецкие подносы, они такие высокие. И из-за этого красиво смотрятся. Поэтому мне нравится такая форма, я делаю немецкий поднос. И еще соломка сверху для крепости. Если мы, например, тканью накроем, вот эту поверхность, то может картон проваливаться. А так он крепкий. Соломка не дает проваливаться. И поднос получается настоящий, такой крепкий, надежный. Хорошенько прижимаю. Здесь у меня кое-где выступил клей, не страшно. Сейчас я еще буду клеить сверху кое-что. Высушиваю феном. Теперь беру вот такие фигурки из фанеры. Здесь их по три штучки. Каждого вида. Высыпаю рядом. Распределяю по рисункам и по формам. Беру опять клей ПВА, спонжик. Намечаю место. И приклеиваю хорошенько детали. Буду клеить в разброс. Нужно хорошенько промазывать, чтобы детали крепко держались. Клей поставлю сюда, под руку. Таким образом приклеиваем разные детали. Цветочки, веточки. Такой будет весенний подносик. Красивый. Немножко чередую тоже цветочки. Потом листочки. Дальше. Опять веточку. Поправляем, чтобы примерно было расстояние одинаковое. И так заклеиваю всю площадь. Я чередую цветочки, чтобы они рядом не были одинаковые. Ну и так же листики, чтобы тоже были разные рядом. Чтобы не попадали одинаковые. Так будет красивее, когда немножко разные будут. И последний штрих. Так, листочек. И сверху я тоже покрываю немножко клеем ПВА. Высушивать буду холодным феном. Почему? Потому что это тонкая фанера. И коврик соломенный деформируется от горячего. Поэтому холодным феном, или чуть тепленьким, на расстоянии 30-35 сантиметров высушиваем. Зачем я покрываю сверху? Топленка, она соединяет наш коврик, поверхность с деталями тогда. Ну и протекает вовнутрь клей тоже, чтобы детальки хорошо держались. Почему я сушу на расстоянии 30 сантиметров? Потому что клей ПВА сдвигается, становится пупырышками или катушками. Поэтому нужно соблюдать расстояние и температуру. Теперь беру веревку и горячий клей. У меня вот такая бельевая веревка 6 миллиметров. И буду приклеивать по самому низу. Чтобы прям вот стояла ровно на поверхности моя деталь. Никуда, чтобы веревка не съехала. Еще, если вы работаете с такой веревкой, она плоская, она не круглая. Имейте ввиду, чтобы она не перекручивалась, тогда получится некрасиво. Всегда нужно приклеивать вот плоской стороной. Очень хорошо промазываю клеем. Приклеиваю веревку, потом ставлю на стол. И выравниваю. Первый ряд приклеила. Теперь приклеиваю вот на этот кончик, на начало. И перехожу на второй ряд. Второй ряд приклеила, теперь перехожу на третий ряд. Все время хорошо промазываю. Чтобы изделие у нас было крепкое. Надежное. Вот такое высокое дно нашего подноса будет. Где-то 2,5 см. Теперь наращиваем бортик нашего подноса. Я срезаю здесь веревку и приклеиваю. Теперь измеряю объем. Ширина круга. Примерно, да? Сколько нужно. Еще раз. Беру три таких длины. Даже две с половиной хватит. И скручиваю веревку. Скручиваю веревку вот таким жгутиком. Приклеиваю веревку. Вот здесь у меня закончилась. Это следующий ряд будет косичкой. Приклеиваю веревку, уже немножко заходя на дно. Где-то дно 2 мм. Внутрь. Но конец я пока оставляю где-то сантиметр неприклеенным. Под него я подсуну веревку. И приклею конец. Так, обклеиваю все вокруг этим жгутиком. Хорошенько промазываю, как я сказала, на 2 мм. Вовнутрь и по краю. Веревку больше выпускаю с краю, конечно. Чтобы не занять лишнюю площадь внутри. И так обклеиваю. Вот я дошла до конца. Теперь обрезаю и подклеиваю концы вот под этот кончик. Под эту петлю. Приклеиваю сначала концы. Хорошенько клеем промазываю. Прижимаю. Затем петельку промазываю. И сюда прижимаю. Теперь снова делаю такую же косичку. и буду приклеивать сверху на эту. Дно у нас выглядит вот так. Здесь вот так. Теперь, чтобы здесь не было накомождения, где я закончила делать эту петельку, я делаю косичку в другую сторону. Немножко отхожу, сантиметр. И приклеиваю сверху. Оставляю здесь опять конец. Чтобы потом подклеить в конце мою веревочку. Хорошенько опять промазываю. Сантиметра не доклеиваем. И хорошо прижимаю. Аккуратненько выравниваю край. И проклеиваю вокруг. Кто делает со мной, смотрите, чтобы стенка не заваливалась. Чтобы она шла ровненько здесь. Я проклеила до конца. Опять обрезаю концы. Вот под эту петельку. Подклеиваю. Под эту. И потом петельку сверху. Чтобы прикрыть обрезанные концы. Теперь, обжигая все нитки, которые тянутся от клея, можно оставить так. Поднос, в принципе, уже почти готов. Но я буду красить коричневой краской. Мне нужен коричневый. Также на этом этапе можно приклеить ручки. Ручки я не люблю. Поэтому, если хотите, приклейте ручки. Так все получается. Буду красить коричневой краской. У меня обыкновенная светло-коричневая краска. Беру широкую вот такую кисть. И буду прокрашивать. Все цветочки проклеены. Хорошенько простукиваю, чтобы краска вошла вовнутрь тоже. Также хорошенько прокрашиваю край, втирая краску несколько раз, чтобы веревка закрасилась. Но втираю хорошо, чтобы не было потеков такими круговыми движениями, чтобы просто был один слой краски, чтобы цветы мои не утонули в этой краске, а были просто покрашены. Теперь просушиваю хорошо холодным феном. И затем буду прокрашивать снаружи. Краски высохли. Видняя краска. У меня краска, не знаю, сказала я или нет, акриловая на водной основе. Теперь прокрашиваю бока. Хорошенько втираю, чтобы не было просветов. Буду прокрашивать и просушивать сантиметров по 20. Девочки, меня спрашивали, почему я не крашу в перчатках. Не знаю, почему я пробовала. У меня перчатки приклеиваются и к изделию, и к краске. И создают такую нервозность. Поэтому я крашу. Акриловая краска хорошо смывается с рук водой. Ничего страшного. Щеточка и все. Вот уже руки чистые. Только были грязные, я их пошла помыла. Так что пока свежая краска, сразу смывайте и ничего страшного не происходит. Теперь я беру вот такую акриловую, беже-серую краску для стен. Но потом я буду покрывать лаком, поэтому я беру для стен. Так, конечно, она может осыпаться. А под лаком она будет очень хорошо держаться. Буквально капельку. Беру кухонную губку. Немножко смакаю в краску. и прохожусь по моему подносу. Опять макаю в краску и так далее. Покрываю всю поверхность. Теперь я прохожусь по бортику, по косичке. Получается вот так. Так, свет падает неправильно. И крашу внутреннюю часть и просушиваю. Теперь крашу снаружи, чтобы проявился рисунок везде. Затем просушиваю. И буду покрывать в три слоя лаком. Сверху буду покрывать вот таким лаком для внешних работ. Если вам понравилась моя идея, делайте такие подносы. Высокий. три с половиной сантиметра. И вот такой красавчик получился. С вами была Мила. Вам всех благ, здоровья, берегите себя и своих близких. Всем пока-пока. А да, в ПС забыла сказать, что на покрытый трижды лаком поднос можно ставить горячую чашку с чаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА